Всем привет, с вами опять Игорь. Сегодня покажу, как я усилил свой солнечный трекер. Вот он. Кто не видел, может быть, первый раз смотрит мое видео. Вот такой вот я сделал солнечный трекер на 4 киловатта. Сюда влезут 14 панелей по метр на метр шестьдесят. Вот, нижний ряд 7 штук и верхний ряд 7 штук. Вот, такой вот трекер. Сейчас посмотрим поближе. Он у меня был немного слабенький, то есть вот эта вот вся конструкция, она немного шаталась. Вот, я поставил вот такие вот раскосы к каждому столбику. Вот так вот приварил здесь вот. Это брусок ясеневый. Все бруски с ясеня. Это не сосна. Вот эти вот тоже перемычки с ясеня. Тут можно регулировать угол. Вот тут болтик, оно закручивается, гаечка. И вот здесь вот. Вот эту вот гаечку откручиваешь и ставишь в любое отверстие. Угол меняется. Ну, сейчас это примерно зимний, летний где-то вот здесь вот будет. А вот сюда вообще можно поле поставить параллельно земле. То есть оно будет вот так вот стоять. О, вот так. То есть, ну там ветер, если сильный, ураган. И очень быстро вот так вот. Вот четыре гаечки он раз, два, три, четыре открутил. Угол поставил, параллель земле. И все, никакого сопротивления, никакого паруса уже не будет. На каждый столбик я поставил вот такие вот бруски с ясеня. Они очень крепкие. Вот, только сначала надо брусок прикрутить к вот этой вот кусочку. Это у меня кусочки рессоры там были всякие. Вот. Сначала прикручиваем рессору, полосу или там еще что-то вот сюда, уголок, кусок там, что угодно. Прикручиваем бруску, а потом привариваем здесь и вот здесь. Так же само. Шпилька тут на 12. У меня их осталось еще вот, крепление панелей на крышу. Много этих шпилек. Вот. А здесь вот я вот так вот прикрепил. Забил в землю арматуру. Так, Пузя, уйди. Забил в землю арматуру. Вот такую вот толстую там. Я не знаю, ну, по-моему, 25-я. 25 миллиметров толщина. Тут метр, даже некоторые больше куски. Тоже такие. Вот. И сюда к ней приварил. О, ну, земля, конечно, я и тут землю тромбанул немного кувалдой вокруг этой арматурины. Но вполне возможно, что оно ее со временем может расшатать. Потому что арматура тонкая. То, если так получится, ее расшатает в земле, то я ее просто обкопаю. Эту арматурину лопатой со всех сторон. Там на глубину сантиметров 30-40. И залью бетоном. Пузя, уйди. И залью бетоном. Там пару ведер под каждую арматуринку залью. И оно будет нормально держаться. Вот. Вот так вот я усилил его. Теперь он вот так вот уже не шатается. О. Единственное, что он может еще вот так вот шататься. То есть вдоль. Вот так вот. Сейчас покажу. О. Видно немного, я думаю, да? Ну, вот так вот. Вот в такой плоскости. Туда-сюда. Вдоль столбика он еще может шататься. Вся конструкция. Поэтому я думаю, где-то вот здесь вот. Между столбиками. Например, вот этими средними. Да между любыми двумя столбиками. Вот так вот раскос поставить. Сверху столбика на низ. Вот так вот. Одной перемычки такой будет достаточно. Тут у меня три таких пролета. Но одной, я думаю, будет достаточно. Вот так вот. Или справа налево, или слева направо. Одной перемычки. Да. Ну, кусок трубы на металлоломе найду. Или уголка, или что-нибудь еще. Вот. И уже она у меня вся конструкция не будет шататься. Ни в какой плоскости. Ни в какой. А вот. Ну, что я вам скажу. Это вполне нормально. Добавлять деревом. Железо на все. Все делать из железа. Это очень дорого. И накладно. Вот. Конечно, есть некоторые детали, которые надо обязательно делать. Железные. Например, вот эти вот. Вот эти вот. Профиля под сами панели. То есть, которым будет крепиться панель. Их надо обязательно делать металлические. По-любому. Потому что их может выкручивать со временем. Дерево есть дерево. Их может выкручивать. Вот. Это будет дополнительная нагрузка на панель. То есть, будет гнуть рамку. Может и стекло лопнуть даже. Ну, смотря, конечно, как ее будет тянуть. Это дерево. Так, что под сами панели лучше ставить металл. А вот такие вот элементы, как укрепление, жесткость, там треугольники какие-то делать. То, конечно, можно и вполне деревом. Тем более, оно не в земле. Я вот эти вот бруски пропитаю маслом. Переробом. Отработкой пропитаю. И оно будет очень хорошо стоять. Вот эти вот покрашу. Ну, пропитаю тоже, но не маслом. Какой-то пропиткой. Потому что это руками трогать. Вот этот я трогать не собираюсь. А это можно и переробом. Так как оно не в земле, оно будет стоять долго и хорошо. В землю, конечно, лучше железо бетонировать. Тут тоже надо металл. А вот такие вот элементы, как вот эта регулировка угла или вот это вот раскосту, вполне можно делать из дерева. Я так думаю, ничего с ним не будет, с этим деревом. Вот. Такой у меня получился трекер. Уже скоро буду заказывать панельки. Еще 14 штук, 4 киловатта и устанавливать. Зима такая у нас, видите, сейчас уже, какое сейчас, 20-е, по-моему. Ну, почти Новый год еще, неделя там. У нас снега нет, тепло, мороза уже, наверное, неделю не было, даже ночью мороза нет. Вот, и днем, и ночью плюсовая температура. Вот такая вот у нас зима сейчас. Вот. Направление. Это у меня получается направление юго-западное. Север у меня получается вот туда. Вот туда у меня север. Вот. Да, вот туда. А вот мой трекер. Вот мой трекер. Это юго-запад. Вот. Из севера, со стороны севера, тут у меня особо ветров таких нет. Вот. Я вот это вот тоже мне писали там. И я больше всего боялся вот эта вот сторона. Ну, задняя сторона. Это как бы большая, самая большая парусность. Спереди, как вы видите, у меня забор стоит бетонный, довольно высокий. Он будет защищать. Это юго-восточная сторона. Юг-юго-восток. Вот. А и спереди оно сильно там не парусит, потому что как бы уклон идет. А сзади, как бы такой образовывается карман. Поэтому как раз тыльная сторона самая такая опасная для трекера или панели, установки. Вот. Но вот эти вот распорки, я же говорю, они не дадут уже никуда моей конструкции деться, не пошатнуться. Ничего. А оттуда у меня ветров особых таких севера нет. В основном ветра оттуда. Это запад. Сейчас я показываю, где мой ветряк стоит. Ветра тоже нет, как видите. Это запад, юго-запад. Вот туда уже будет. Вот так вот. А это примерно запад. Да. Оттуда север будет. Ну, с севера у меня сильных ветров нет, я же говорю. В основном ветра отсюда, вот. Со стороны поля. Это западные ветра. Вот. Вот такой вот у меня получился трекер. Железо на него немного пошло. Вот. Он довольно-таки крепкий и надежный. Я думаю, будет он стоять, никуда он не денется. Вот. Ну, ладненько. Всем пока. До следующих видео. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok